Итальянская нишевая марка «Картузия». Что, прежде всего, характерно для этой марки? Это атмосфера острова Капри. То есть остров Капри славится своей красотой, вообще живописной природой, славится как остров русалок. Поэтому все эмоции, которые собраны в этих ароматах, это позитив, это легкость, это релаксация, это в основном ароматы для отдыха, для того, чтобы почувствовать себя желанной, отдохнувшей. Поэтому все компоненты, которые присутствуют в ароматах, они дают позитив, они дают позитивное восприятие мира. Здесь нет никаких обязывающих ароматов. Они легкие, носибельные, то есть я думаю, что вам понравится. Два слова буквально об истории «Картузии». Вообще, по историческим сведениям, марка была основана в 1380 году, когда на территорию одного монастыря святого Джакома приехал, нанесла визит королевам, королева Анжуйская. И со всего острова Капри были собраны самые-самые лучшие экзотические цветы и преподнесен королевый букет. И вот три дня гостила королева, букет стоял в вазе, воду в вазе три дня не меняли. И через три дня, когда королева уехала, и настоятель подошел к этому букету, он услышал, что в воде вода пахла очень необычно. В общем, что раньше такого аромата он не слышал. И он отнес к священнику эту воду, и священник, они посоветовались, и священник благословил на создание первого аромата. Судя по всему, все формулы, какие-то рецепты, они держались в строгом секрете через много лет. В 1948 году нашли эти рукописи, и священник с благословением Папи Римского отправил их в Турин, где получила название «Маленькая фабрика картузи». До сих пор это принадлежит картезианским священникам. Рецепты этих ароматов содержатся в строгой тайне. И что еще для этих ароматов характерно, это максимально натуральные компоненты. То есть все эссенции основные, я не говорю 100%, но все эссенции основные – это натуральные. И, конечно, минимальный тираж. Когда, в принципе, мы будем знакомиться с картузией, у каждой марки есть свой почерк, и этот почерк проявляется именно в базовых нотах. То есть в картузии, ну, чтобы вы знаете, очень много ароматов мускуса, очень много лесных нот, присутствуют ноты дубового мха. Почему говорят, что есть марка, и все ароматы где-то, ну, я не говорю, что они похожи друг на друга, но марка узнаваема. То есть почерк марки всегда угадывается.